Субтитры делал DimaTorzok Я недавно попросила вас задать мне любые вопросы, касающиеся шитья, потому что, оказывается, совсем немногие знали, что я шью уже очень много лет, и я решила рассказать вам про это свое большое и очень важное для меня увлечение Розана спрашивает, давно ли ты шьешь и как ты научилась? Я специально спросила у мамы, помнит ли она, когда я начала шить, и мама сказала, что в принципе я шью всю свою жизнь Но я помню, что я лет, наверное, в 5 или в 6 уже шила какие-то платья куклам Уже более серьезно я начала шить, наверное, лет 12, я стала шить какие-то там сумки, более такие большие предметы И в 15 лет я пошла на курсы кроки и шитья в Таллине, и я занималась там 4 года Что ты умеешь шить? Я умею шить, в принципе, все, от купальников до верхней одежды Я шила и пальто, и брюки, и костюмы какие-то, пиджаки, платья, в принципе, наверное, нету такого предмета, одежды, которую я не шила Легко ли тебе далось шитье? Вот у меня этот процесс был тяжкий Как я уже сказала, из-за того, что я училась шить в детстве, это, в принципе, не было для меня каким-то там обязательным таким делом, которым я должна была научиться Я просто училась, потому что мне это было интересно, мне хотелось это делать Для меня шитье, сам процесс, создание выкроек, раскройка, соединение всех деталей, для меня это наиболее увлекательный процесс Я знаю, что есть очень много людей, которые хотят очень научиться шить, и они это хотят делать, потому что им хочется именно самим какой-то результат видеть на себе А я люблю шитье именно не из-за результата, а из-за процесса Нужно ли ходить на курсы шитья или вполне реально научиться шить самой, используя интернет-ресурсы, спрашивает меня Диана Конечно, можно научиться самому, в принципе, сейчас, наверное, в современном мире нет ничего, чему бы человек сам не мог научиться без помощи посторонних Но если говорить откровенно, то вероятность того, что вы сами научились чему-то хорошо, она, в принципе, меньше, чем если вы пойдете куда-то на курсы и будете под чем-то, под чьим-то четким надзором учиться шить На мой взгляд, это больше дисциплинирует, когда ты ходишь на какие-то курсы, тебе рассказывают, как это делать, тебе показывают, как это делать Потому что, если читать, например, книги, то я лично не понимаю слова, вот эти все русские, там, термины швейные Поэтому для меня никакая литература вообще не работает Я даже инструкции в журнале Бурда не могу прочитать, потому что я просто не понимаю значение вот этих вот каких-то терминов Но тут еще дело в том, что когда я ходила на курсы шитья, я ходила в эстонскую группу, поэтому я занималась с девочками, где мы все говорили только по-эстонски Моя учительница была эстонка, и все вот эти термины, там, типа, лекала, выкройки, не знаю, там, молнии, всякие штуки, дрюки Я знаю только, как это по-эстонски звучит Да, я думаю, что стоит определенно ходить на шитье именно на курсы Ну и плюс, когда ты с кем-то, когда ты не один, то тебя это тоже больше мотивирует, когда человек более опытный тебе показывает, как сделать лучше Ты учишься просто более качественно, на мой взгляд, чем когда ты самостоятельно что-то изучаешь Хотела ли ты когда-нибудь стать партнихой? И еще такой похожий вопрос мне задала Яна Чурикова Когда-нибудь ли ты думала, что шитье может принести доход и быть, например, твоей профессией? Или ты увлекался так как хобби? Когда я была в 11-12 классе, я шила на заказ очень много, и это реально было моим доходом Это приносило мне какие-то деньги, которые я использовала в свои карманные расходы На самом деле все мои карманные расходы на тот момент это была покупка новой ткани, чтобы шить что-то себе самостоятельно Поэтому, да, я шила и шила на заказ самые разные вещи И платья, и какие-то штуки более такие для дизайнеров под их какие-то следующие проекты То есть, например, я делала такие базовые вещи, которые дизайнеры потом раскрашивали Или там разрисовывали, расписывали, какие-то принты на них делали Поэтому для меня это, конечно, ну не просто хобби Это был еще способ заработать деньги И вообще, я думаю, что это такое ремесло, которое всегда поможет в любой ситуации заработать деньги, если это необходимо Я очень много лет подряд хотела пойти на дизайн одежды, учиться в университет Я прямо на реле с 12-ти знала, что я пойду на модельеры А потом как-то, ну так получилось, что я пошла тоже на дизайн, но на графический Если честно, даже если вспомнить, после окончания школы я поступала в Дании в академию какую-то на дизайн Но что-то у меня там не сложилось, я потом отменила весь этот процесс поступления Потом я поступала после окончания графического дизайна, опять-таки на fashion communication, по-моему И меня туда не приняли, я уже рассказываю историю о том, как меня бортанули в Копенгагене И я осталась ни с чем, и даже сейчас, когда я поступала в магистратуру Одним из выборов моего дальнейшего обучения была программа, связанная с дизайном одежды как раз-таки То есть на самом деле у меня было уже три шанса поступить, я ни разу ни одним из них не воспользовалась как следует И у меня не получилось, но значит, я не знаю, может быть просто еще не время Или, ну я не исключаю такую возможность, что когда-то я бы еще хотела получить дополнительное профильное образование В сфере шитья и дизайна одежды, но, наверное, просто еще не пришло время Какие советы можно дать начинающим, у которых есть желание шить и никаких надежд на хороший итог Если честно, просто понимать, что шитье требует очень много терпения и выдержки Потому что это очень кропотливый процесс И некоторые люди просто сдаются, потому что они не ожидали, что есть столько маленьких нюансов, которые требуются при шитье И, кстати, еще вот был вопрос такой, с чего начать учиться шить и где найти выкройки нестильных, но несложных вещей Есть даже специальные журналы Burda, которые делают такие выкройки для новичков По-моему, называется Burda шить легко и быстро И у них там совсем-совсем простые элементарные выкройки Базовая одежда там есть, и брюки, и платья, и какая-то даже верхняя одежда, которую может шить абсолютно любой человек Вот, кстати, как раз в видеоуроке сейчас я стала смотреть в интернете Очень много появилось людей, которые шьют и рассказывают все довольно-таки доступно Как построить выкройки, как вообще, с чего начать Человеку, который вообще ничего про шитье не понимает Я оставлю обязательно ссылки на несколько каналов внизу Может быть, если вы посмотрите процесс построения выкройки, то вам вообще раз хочется учиться шить Так что я вам советую сразу пойти посмотреть, чтобы понять, чего ожидать Ты шьешь по выкройке или сама краишь вещи? Я часто беру просто одну, например, базовую выкройку топа И из нее делаю там себе платье или какую-то блузку или что-то еще То есть я очень редко беру готовые выкройки из журнала там той же Burda, чтобы что-то сшить Конечно, если это какой-то пиджак или пальто или жакет, то я возьму готовую выкройку Но в целом я просто знаю, как мне под себя что подогнать, чтобы смотрелось именно так, как я хочу Шила ли ты когда-нибудь мягкие игрушки или что-то на подарок друзьям и близким? В подарок я шила что-то там маме, фартуке шила, ну в детстве такие какие-то штуки Мягкие игрушки я когда-то шила немножко совсем, но у меня в принципе нет интереса к шитью таких вот подарков всяких Потому что я сама не люблю такой вот хендмейд декоратив Для меня это вещи бесполезны, я не могу их никак в хозяйстве использовать И я очень раздражаюсь, когда у меня дома завалены полки какими-то вот этими игрушками, всякими безделушками Вообще-то не могу, не люблю это все дело, поэтому я предпочитаю шить одежду Это то, что реально функционально и мне необходимо для жизни Какую вещь ты бы очень хотела сшить, но пока не решаешься из-за недостатка опыта? Если честно, нет каких-то вещей, которые я боюсь сшить Просто есть вещи, которые очень затратны по времени И я, наверное, не решаю сшить То есть мне проще пойти, например, купить пальто, чем сшить его самой Потому что это и финансовое, и по времени тоже это вообще невыгодно делать То есть с исключением какого-то супер-классного фасона, который я нигде не могу найти в магазине Вещь сшитая самостоятельно выходит дороже или дешевле вещи, купленные в магазине? Спрашивает меня Оля Ну, вообще, конечно, смотря какая ткань у вас Я обычно стараюсь такую ткань покупать, которая по-любому выходит в стоимости дешевле, чем вещь в магазине У меня был даже период, вот как раз в старшей классе, когда я вообще не покупала никакую одежду Потому что я приходила в магазин, смотрела на цены, и я понимала, что эта вещь того не стоит Какие-то вещи, юбки, например, я всегда шила себе сама Потому что мне проще купить ткань за 7 евро, чем и сшить самой за полтора-два часа себе юбку Чем потратить 30 евро на юбку, которая еще, скорее всего, на меня не очень как-то удачно сядет Можешь посоветовать литературу по шитью? Не могу, потому что я никогда не читала никакой литературы по шитью Даже не смотрела никакие книги в магазинах Не интересовалась этим, потому что мне всегда казалось, что литература по шитью – это как-то скучно И там, опять-таки, я не понимаю термины, про которые я вот уже вам рассказывала И мне быстрее как-то самой разобраться, подумать логически, как это скроить, построить выкройку Или посмотреть в гугле в крайнем случае То есть моя литература всегда ограничивалась поиском в гугле Покупала ли ты когда-нибудь ткань в Петербурге? Никогда не покупала Я заходила пару раз в какие-то магазины ткани в Питере Но, если честно, мне показалось, дорого очень это было Но это было еще до того, как с курсом вся эта канитель началась Поэтому, возможно, сейчас мне было бы дешевле в России покупать ткань Но обычно я в Таллине покупаю ткань в магазине «Канго Джунгель», которых у нас несколько в городе Я всегда хожу «Канго Джунгель XXL», который в центре напротив Стокмана Кто-то еще меня спрашивал, заказывала ли я в интернете когда-то ткань Нет, не заказывала И я не уверена, что я могла бы это сделать, честно Просто потому, что мне очень важно почувствовать и потрогать ткань перед тем, как я ее покупаю Меня спрашивают еще про машинку, какую купить, какая машинка у меня Сейчас у меня машинка привилег, самая обычная Она у нас уже лет 10 И мы покупали ее в таких... Раньше были такие каталоги у нас Кодуансила или там Отто, какой-то Селбис Такие всякие, которые на дом просто приходят, а ты заказываешь, как магазин на диване И я помню, что мама купила мне такую машинку Она вообще недорого стоила Ну, я думаю, сейчас она может стоить там 80 или 100 евро То есть самая базовая машинка И она с тех пор у меня есть Я вообще супер довольна, обычная, там все, что надо есть Что посоветовать новичкам, если вы покупаете машинку Во-первых, вам точно на первой стадии не нужен оверлок Просто забудьте, потому что я знаю, что есть всякие машинки там супер-пупер Где и оверлок, и вышивка, и все у тебя сразу есть Это вам просто сломает мозг, не берите это Это будет такая проблема для вас, научиться всем этим пользоваться Возьмите самую обычную машинку, которая делает прямой шов и шок с зигзагом Это самое главное Почему я против оверлока для новичков? Потому что новички обычно не умеют даже обычную машинку заправлять А оверлок заправлять вообще в 10 раз сложнее И я сама все время, вот сколько я не ходила шить даже на курсе Четыре года я ходила шить, я все четыре года боялась сама заправлять оверлок Потому что там очень много таких всяких закорючек, за которые надо цеплять нитки И это просто я всегда боялась, что я там все покаплю, что я там все испорчу, сломаю И потом мне придется этот оверлок ремонтировать Плюс, конечно, оверлок мало того, что сам по себе стоит дорого Так еще и для него же нужны катушки по четыре, а то и по пять катушек большущих таких бобин Поэтому это, в общем-то, не дешевое удовольствие иметь оверлок И на первых порах вам вполне подойдет шов с вегзагом Но у меня, кстати, был оверлок один раз в жизни, мой собственный Когда я жила в Копенгагене, я купила его с рук И я ездила еще, я помню, с Копенгагена в Роскельде за этим оверлоком И тащила его тяжеленные Это круто, на самом деле, иметь свой оверлок Но потом мне пришлось его перепродать, потому что я переезжала И я до сих пор очень жалею об этом, потому что я бы хотела все-таки свой оверлок себе сейчас иметь Я хотела сказать, что я шью не только потому, что мне нравится процесс А потому что мне реально проще на себя что-то сшить, чем найти одежду в магазине Я высокая, и на мой рост постоянно что-то где-то коротко Штаны короткие, ничего на меня не садится нормально И мне гораздо проще сшить самой себе какую-то вещь И точно меня спросите, какой у меня рост? Мой рост 178 Нина спрашивает, когда тебе нравится какая-то вещь Ты легко сразу представляешь, как ее сшить, или нужно погуглить похожее? И как ты придумала сшить платье из последнего видео? Сама? В принципе, да, я всегда сразу знаю, как мне сшить Я могу представить, как мне это сконструировать Я могу посмотреть несколько готовых выкроек в журнале И найти что-то, что мне могло бы помочь сконструировать это более грамотно и проще Как я беру идеи? Если честно, я очень много времени провожу на Пинтерест И смотрю просто разные стрит-стайл луки Какие-то интересные варианты одежды И у меня есть папа, куда я сохраняю все вещи, которые я бы хотела сшить Вот последнее платье, которое я выкладывала на YouTube, синее, с открытыми плечами Я знала, что этот фасон очень популярный Я хотела показать людям, что это легко шить Так, меня только что позвали уже на самолет, на посадку Поэтому я как-то тут засидела с вопросами, с ответами В общем, я надеюсь, что как-то я вам что-то пояснила про свое хобби И, может быть, кого-то вдохновила Может быть, и наоборот вас заставила передумать учиться шить В общем, если у вас есть какие-то еще вопросы, пишите обязательно в комментариях Потому что я могу еще ответить где-то когда-то в другой раз И вот, все, я побежала на самолет Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз Пока! Субтитры сделал DimaTorzok